Юрчик, вторая медаль. Я понимаю, что вопрос может некорректно. Какая медаль была тяжелее? Первая или вторая? В разных планах они были тяжелее. Первая медаль была тяжелее завоевать в плане того, чтобы взять лидерство в свои руки. А вторая тяжелее в плане того, что это лидерство нужно удержать. Это совсем другая гонка уже. Когда ты догоняешь, и когда ты должен держать постоянно марку лучшего, это намного сложнее. Потому что нужно постоянно держать себя в форме и доказывать, что ты лучший. По эмоциям, эта победа была самая яркая в твоей карьере? Она была, во-первых, самая яркая и самая сильная эта гонка была в моей жизни. Так как не всегда получается, что такая плотность заезда... Сейчас вот эта гонка была, она самая такая плотная из заезда. Потому что весь заезд влетел в 0,9 секунды. Если вот посмотреть раскладку. Какие вот мотивации, как вот ты выходил, то есть что двигало тобой вот в гонке, да? Вот перед гонкой, да? В чем ты оказался, может, лучше? Лучше... Ну, во-первых, опыт дает свои плоды, так как у тебя четвертая олимпиада. И на каждой олимпиаде ты набираешься своего опыта. Во-вторых, как бы с тренером долгие годы подготовок уже, как бы, знание большого количества акватории. Как, в какой нужно это все действовать. То есть, несомненно, это все опыт, опыт. И частые гонки заграничные. Это все дает свои плоды, свои результаты. Последний разговор с Вячеславом Михайловичем перед гонкой. Что он говорил? То есть, да, установка, да? Ну, у нас там, как бы, свои выражения. То есть, они непонятны для обычного человека, потому что он, как бы... Ну, просто-напросто их не поймет, для него это просто будут слова. Для нас они означают, то есть, как бы, суть я их понимаю и понимаю, для чего он это говорит. То есть, основная задача была, скажем так, увеличить темп, не теряя мощности. Вот, выйти на такой, как бы, скажем, увеличить обороты, скажем так, при этом не терять в скорости. Это очень важно. Наоборот нужно, как бы, прибавить. Ну, такие моменты, они, как бы, подработал перед тренировкой, там, настроился, ну и так далее. То есть, это все рабочие моменты. Сразу видел, что первый, или даже все-таки дождался? Дело в том, что это очень опасно, крутить головой и смотреть, какой ты едешь. Лучше доработать до конца, тем более, что дистанция не так длинна, как, допустим, как тысяча. Там, хватит потерпеть 39 секунд, и уже будешь знать, какой ты заехал. Лучше максимально проработать гонку и хорошо ее закончить красивым финишем с выкидом лодки вперед, чтобы максимально сократить отставание, допустим, от первого или второго места. Это была идеальная победа? Это было идеальное прохождение и очень красивая победа. Увидел ты, понял, ну, увидел, что ты первый уже после того, как искупался? Естественно, то есть, когда я вывернулся, я уже понял, что я первый, и у меня уже нахлынули эмоции, и я просто не мог в воде сидеть, а из нее выпрыгивал, как дельфин с веслом. Естественно, что это очень приятно было, потому что, как бы, я ожидал от себя хорошего прохождения, но не ожидал, что настолько хорошо я, получается, настроюсь и пройду на таком, как бы, максимуме. Кому бы ты хотел сказать спасибо за эту победу? Безусловно, хотел бы сказать родным и близким, ради которых появляются силы двигаться дальше. И Горбатко, директору завода ОПЗ, который всегда поддерживал наш спорт, с Сергеем Александровичем Чернышевым. Мы всегда работали сообща, всегда он выслушивал какие-то недочеты. Вот сейчас сборная, к примеру, отменила сбор перед Олимпиадой в Абухове. Получается, они отказались платить за сбор, мотивируя тем, что там какие-то там не те условия. Вот, и тут же включился химик, завод, он взял все растраты на себя, в принципе, как и всегда, когда это нужно, когда это необходимо для спорта, для меня. Когда примешь окончательное решение об окончании, ну, продолжении или окончании карьеры? Ну, сейчас можно все, что угодно говорить, потому что на эмоциях, как бы, очень много пережили за этот, за эти четыре года, за особенно последний год. Михалыч тоже, как бы, каждый год говорит, что это у него последний, потому что все на нервах, все накапливается под конец года. Вот, пусть, я думаю, что ситуация устаканится, и будет решение уже официальной олимпийской программы на Токио в 2020 году. И тогда будем думать дальше. Спасибо. Спасибо за победу. Спасибо. Какие эмоции были? Ребенок еще там встретил. Ну, я же, ты переживал. Нет, ну, знаешь, сначала он мне не предал быть, и на ЛБ подобрать. Победа. Медаль, можно и... Да, можно. Да, я еле живу.